Привет, мультимедийные! Я сегодня в походных условиях, но тем не менее решила записать это видео, потому что в личку уже несколько раз прилетел ко мне вопрос, как настроить чат-жпт под себя. То, что я постоянно говорю, обязательно рассказывайте себе, чтобы чатик лучше вас понимал и давал вам лучший ответ на те запросы, которые у вас есть. И заодно просто сейчас быстро покажу, как к нему подключиться сейчас, потому что со всеми этими нововведениями у вас появилась более лёгкая возможность подключиться к нему, чем было, когда я начинала, когда я заводила там аккаунт. Мы идём на сайт чат-жпт.ком, видим вот такой вот простой очень интерфейс, нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Что дальше происходит с вами, я сейчас покажу на скриншотах. А, друзья, те, кто интересуется настройкой, вот буквально пролистайте чуть вперёд. Там я расскажу, как рассказать чатику о себе. Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», вы пройдёте по вот таким скринам. Вы увидите такие скрины. Значит, обычная регистрация. Вам понадобится этот VPN-чик. Обычная регистрация. Вводим свой имейл, вводим пароль. Должен содержать 12 символов. Поэтому простые наши обычные, которые из пяти букв состоят, они не подходят. Надо придумать сложный и интересный. Если интересно, как придумывать пароли, чтобы их не забывать про это, у меня будет отдельный ролик, если интересно. Так, дальше. Подтвердить электронный адрес. Вам на почту приходит электронное письмо с зелёной кнопкой. Вы нажимаете эту зелёную кнопку, и вас спрашивают имя и день рождения. Собственно, всё. Я пока не выяснила, будут ли они поздравлять нас с днём рождения. Но это нам пока не важно. Дождёмся. Вдруг что-нибудь будет весёленькое. И по поводу дней рождения. Это всё. Вот, собственно, вы завели аккаунт чат GPT. На этой бесплатной версии вам будет доступен чат GPT 3.5. И ограниченный доступ к чату GPT 4.0. Это вот которое самое-самое новое. Платный аккаунт вам даёт доступ. Что там отличается? В 5 раз больше 4.0, GPT 4, GPT 3.5, доступ к дали. Это генерация картинок, продвинутая генерация кода. И что-то ещё там было в платной версии. А, возможность загружать файлы и возможность создавать своих собственных агентов. Вот, поэтому весь вот этот функционал мы рассмотрим в другом ролике уже для тех, кто решил купить хотя бы месяц платного доступа. Но сейчас вот мы с вами поработаем исключительно на бесплатных возможностях. После того, как вы зашли в чатик GPT, у нас есть вот здесь вот вверху аватарочка, либо пока вы не включили туда фоточку, пока просто буквы. И нам нужно нажать «Настроить чат GPT». Он вам покажет вот такую вот панельку, приглашая вас, собственно, настроить своё взаимосвязи с чатом GPT. И вы говорите «Ок». И дальше у вас есть два поля. Какими сведениями о себе вы хотите поделиться, чтобы он представлял более качественные ответы, и какой ответ вы хотели бы получить от чата GPT. Эти тексты у меня готовы. Что вот я, допустим, такое, как короткое о себе написала. В принципе, там полторы тысячи знаков. Я вот сейчас поняла, что, по-моему, больше стало знаков. Я, наверное, допишу ещё текст. Я вот в данном случае написала, что я консультант, медиатренер, специализируюсь вот на этом, на этом, на этом. Я хочу делать вот это. И я бы сюда сейчас, кстати, добавила свои целевые группы. Что я работаю с такими-то и опишу как раз вот мои ИЦА для того, чтобы он понимал вообще, чем я занимаюсь и какого типа проекта у меня есть. Я написала на английском, потому что я очень много работаю на английском языке, но совершенно спокойно. Вы можете просто писать это на русском. Здесь вы рассказываете о себе, чем вы занимаетесь, какие проекты. Какой ответ вы хотели бы получить от чата GPT? Я оставлю в описании вот эти вот формулировки. Сейчас мы их на русский переведём, чтобы вы могли скопировать. Совершенно не обязательно вот именно как у меня настроено, но можете на это опираться, от этого отталкиваться. Этот текст я вам в описании скину. Вот это вот сюда, какой ответ вы бы хотели получить? Так, что-то у меня перебор там. 1670 надо будет отредактировать. Ну ладно, давайте вот так вот. Потом подправлю уже. Таким образом вообще весь аккаунт чата GPT понимает о том, кто вы, что вы, в каком стиле вам давать обратную связь. Можно прописать вот сюда, какой ответ вы хотели получить от чата GPT. Можно прописать сюда какие-нибудь требования, которые вы не хотите. Вот категорически не делай так. У меня каких-то таких особых нет. Я даю больший простор и людям, и нейросетям. Поэтому у меня каких-то таких запретов нет. Но вы совершенно спокойно можете сюда добавить свои запреты. Вот, собственно, первый этап, который я всячески рекомендую сделать. И вот то, что вы здесь напишите, он будет помнить в любой сессии, в любом чатике. Потому что вот эта настройка персонального контекста, она имеет отношение ко всему аккаунту. Дальше в других роликах мы с вами будем разбираться, каким образом, например, давать контекст в рамках одной сессии, когда вы какой-то одной темой занимаетесь. И мое самое любимое – это разработка агента, который системно много его прям можно учить, обучать, допиливать и всячески его развивать, где он будет выполнять прям комплекс задач. Но вот история про агента, она, конечно, на платном аккаунте. Поэтому осваивайте, делитесь в комментариях своим опытом, своими вопросами, сомнениями. Я с радостью все, что я про это знаю, любым опытом, любыми своими знаниями с удовольствием поделюсь. Все, все, побежала работать дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!